Всем привет, с вами Содерлинг, и на днях я посмотрел мультфильм под названием «Хороший динозавр». И да, да, я знаю, что он вышел очень давно, но вот так долго до меня всё доходит. И вроде бы это Пиксар, которые ещё давным-давно поставили высочайшую планку в плане производства мультфильмов и долгое время её удерживали. По крайней мере, мне так казалось. Но «Хороший динозавр» показался мне... совершенно обычным. Просто добрый детский мультик, без запоминающихся персонажей, без особо смешных шуток, и что обиднее всего, даже без какого-либо оригинального концепта. На протяжении просмотра всего мультфильма у меня складывалось ощущение, будто я это всё уже где-то видел. Будто уже смотрел этот мультик, но ранее в нём были и персонажи поколоритнее, и намного более эмоциональные сцены, а ещё песни... много песен. Ну и не стану тянуть, поскольку вы уже, скорее всего, прочитали как минимум название ролика, и скажу всё напрямую. Я не знаю, как это никто до сих пор не заметил того, что Пиксаровский хороший динозавр целиком и полностью повторяет основные сюжетные моменты первой части Короля Льва. Обе семьи, вокруг которой развернутся основные события обоих мультфильмов, проживают в созданных ими небольших чертогах, расположенных недалеко от значимой для них горы. Скала Прайда в Короле Льве, на которой когда-то возносили Симбу, а затем и Киару во времена их рождения. И скала Три Когтя в хорошем динозавре, которая станет ориентиром для Арла на пути домой. Что львы, что апатозавры создали в своём уютном гнёздышке всё необходимое для жизни. И даже окружили себя животинушка для пропитания. Оба мультфильма начинаются с рождения малыша, который и станет главным героем этого мультфильма. Маленький пугливый сыночек пока ещё ничего не умеет, у него ничего не выходит. Но мудрый и сильный отец учит Симбу, ой, то есть Арла, ну вы поняли, всем премудростям этой жизни. Когда сыновья не справляются с указаниями своих отцов и немножечко лажают, Генри и Муфаса ночью выводят их на луг, дабы показать нечто удивительное. Арла наблюдает великолепную картину, как тысячи светлячков вздымаются ввысь от маха хвостом. А Симба со своим папой, лежа на траве, смотрит на звёзды. Там светлячки. Светлячки, которые увязли в этой большой синечёрной штуковине. Затем, следуя событиям обоих мультфильмов, случается нечто ужасное. Беги, Арла! Держись, Симба! Из-за глупого наивного поступка сыночка умирает его отец. И если же Генри умер в волнах реки, то Муфаса умирает в тех же волнах, но состоящих из антелоп. А этот момент из хорошего динозавра так вообще чуть ли не точь-в-точь копирует фрагмент, где Симба убегает от антелло. Сын чувствует вину за то, что произошло, и ввиду ряда обстоятельств оказывается вдали от дома. Затем малыш встречает нового друга, который спасает его из весьма опасной для жизни ситуации. Оказывается, что этот самый друг живет совершенно беззаботной жизнью. Здесь нет ни сроков, ни обязанностей, которым приучил сын и отец. И этот самый друг по чуть-чуть вводит Симбу и Арла в курс. Как же жить в этом сложном диком мире? Пытаясь найти подход к динозавру, дружок приносит изголодавшему Арла жучка, дабы тот перекусил. Но маленький апатозавр находит его отвратительным на вкус. И давайте же вспомним, кто же еще предлагал Симбе вкусить жучков на вкус? Тот же самый новый друг в виде Тимона и Пумбы. Все враги в хорошем динозавре такие же падальщики, как и гиены, извечные враги львов. У них такой же характер, тип общения и желания поиздеваться на слабым. А тройка велоцирапторов целиком и полностью копирует образ трех главной гиены с короля льва. Напомню, что среди них был Шэнзи, лидер их маленькой банды. Бонзай, который всегда поддакивал главе и тупой чукнутый Эд с вечно высунутым языком и припадками маниакального смеха. Бонзай, что это тут у нас? Не знаю, Шэнзи. Как ты считаешь? Тоже самое и в хорошем динозавре. Лидер, который задает вопросы своей подпевали, а также тупой третий дружок. Что он, по-твоему, тут делает, Лорена? Спроси меня, Боба, давай, спроси, что он тут делает? Пырвись! Ну и роль в мультфильме у них, само собой, одна и та же. Что мы делаем с непрошенными гостями? Скажи ему, Эрл. Мы их едим! Мы тебя убьем! И на этом совпадения не заканчиваются. Однажды ночью Арла и Симба, словно в тот вечер с отцом, выходят на луг. Но рядом с ними уже не Муфаса или же Генри, а столь же неведающий друг. Симба ложится на зиму и рассказывает Тимону и Пумбе о звездах. О том, что когда-то ему рассказал отец. После чего проникается ностальгия и сильнейшим образом сожалеет о том, что папы более нет рядом. Арла же показывает дружку взлетающих с травы светлячков. И так же, как и Симба, начиная скучать по отцу, которого уже не вернуть. Эти воспоминания, что о звездах, что о светлячках, навсегда останутся в их сердце, как нечто связывающее их с папой. Затем, под конец обоих мультфильмов, когда Симби и Арла присыт принять сложнейшее решение в их жизни, им на помощь приходит призрак отца. Сей дух наставляет сына на верный путь и придает смелости Симби и Арла в предстоящем сражении. И в этот момент, оба главных героя наконец смирятся со смертью отца и принимают факт своей вины в их гибели. И в то же самое время, они понимают, что пришла пора все менять. Пришло время собраться с духом и занять место отца. И хоть в течение всего мультфильма, у маленького Арла и Симбы все никак не удавалось издать тот самый мощный взрослый рык, на который был способен их отец. В самый важный момент уже подросший лев и динозавр, рыча словно Муфаса и Генри. И заслышав это, враги со страха просто разбегаются в стороны. Помимо этого всего, можно найти еще много мелких совпадений, вроде разговора сына с сосом про страх. Смелость не в том, чтобы нарочно подвергать себя риску. Но тебе-то не бывает страшно. Бывает, стоит пройти сквозь страх, и по ту сторону ждет красота. Или того, как семья Апатозавров оставляет отпечатки своих лап на камни, так же, как Рафики наносит на скалу каждого нового львенка во время их рождения. Но можно ли назвать это все плагиатом? Параллелей действительно много. Чуть ли не все события и образы многих персонажей хорошего динозавра соотносятся с теми, что были в Короле Льве. Неужели в процессе творения Дисней не заметил, что создает тот же самый мультик, который они уже выпускали? Как можно не обратить внимание на чуть ли не полное копирование их же собственного мультика? Но постойте-ка. Существует общеизвестный доподлинный факт о том, что Король Лев является полным плагиатом японского Кимбы. И что же выходит? Они во второй раз плагиатили тот же самый мульт? То есть, получается это двойной плагиат? Но знаете, даже если назвать все представленные факты и совпадения натянутыми, мультфильм тем не менее все еще остается довольно-таки посредственным. В нем нет никакого особо оригинального концепта и все по той причине, что мультфильм был направлен на самую младшую аудиторию. Все мы знаем, на что способен Пиксар. Посмотрите, насколько же качественно сделаны фаны в этом мультсериале. Посмотрите на природу. Бизоны выглядят как самые настоящие бизоны. Но вот динозавры сделаны максимально простецки. Это словно детская игрушка в виде динозавра, а не настоящий динозавр. Ах да. Мультфильм же ориентирован на малышей, несмотря на плашку в 12+. Иначе как объяснить такую наивность и глупость поступков, совершаемых героями этого мультфильма? Почему же тогда история игрушек с таким же возрастным рейтингом не выглядит как мультик Сник Джуниора? Этот мультик настолько детский, что людям даже соски не нарисовали. Только лишь оказавшись в руках Диснея, Пиксар мог начать творить столь коммерциализированные проекты. По тугах создать в торопях новый детский мультик для продажи новой коллекции игрушек, Пиксар под давлением Диснея создал мультик без особо оригинальной истории, но зато с идеальным дизайном персонажей для продажи игрушек деткам с самого маленького возраста. Что ж, для Диснея это не впервой, но вот за Пиксар обидно сильнейшим образом. Само собой, это не остойнейший мультик, за который было бы ужасно стыдно, но и до шедевра ему далековато. Это просто самый обычный, местами скучноватый мультик. Особо ничего новую мультипликационную культуру не привносящей. Все мы знаем, на что способны Пиксар. И согласитесь, это вовсе не их уровень. А вот считать ли хороший динозавр плагиатом, решать уже вам. Я предоставил массу фактов и привел в пример огромное количество совпадений. Да, главные герои не львы, а динозавры. Но ведь все остальное, ну уж слишком похоже. Так как же вы считаете? Плагиат ли это по итогу или нет? Пишите в комментариях. А на этом сегодня все. Поставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если уже подписаны, можете колокольчик нажать. А также посмотрите обязательно предыдущие видео, если вы их еще не смотрели. Они тоже интересны. А с вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok